им привет хотел бы с вами на тему карт поговорить отдельно потому что некоторые тенденции напрягают значит давно было значит зовет меня человек поиграть давай пойдем и ставит но не знаю как это из его глаз выглядит наверно он решил по максимуму удивить а это какую-то самую большую карту там с кораблями в гору надо лезть на корабле плыть потом свободную лодку пересаживаться с базы даже не поймешь сразу выйти вопрос спрашивается для чего можно конечно предположить что он хочет катастрофические удивить оппонента который раз бы на ней играть этот не разберется даже как в тем базы но напрашивается вопрос а какая им пользует этого он поиграл соперником который не смог с базы выйти в чем профит на самом деле к самому игроку который хочет разнообразие у меня и гипотинь их нет его дела другой вопрос что я не могу отказаться условиях от позиции организаторов в комьюнити явно скажу так может давай на турнирной карте сыграя но которая там будет играться вообще принятых на турнирах просто каких-то матчах товарищеских том числе он скажет отчет взял что не вот это с кораблями и корами будет играется и действительность чего я взял то нету не турнирного пока из карт не вообще какого-то списка кто действительно сказал что это не она просто такие условия получается что кто-то мало времени имеет на практику вы их время зря просто теряет не тот кто еще не был чем хочет он тоже по сути зря теряет не то изучает и 5 этого пульса касая касаясь последней игре не скандер ставит фрук принц то это такое что за карта но да она там когда-то периодически играется ну наверное нужно примерно знать да примерно знаешь скандер считает и приходится ее там вместо продумывание стратегии на ней изучать карту чем-то же профит я понимаю бы скандер играл бы каждый день ему уже скучно было он просто баловался на ну чек тоже мало играет у него времени на то чтобы посидеть ее с оппонентом на на карте тот потыкал поизвучал наверно тоже нету я предполагаю спрошу зачем это вам как будто вы соответственно тоже понять его позицию можно он говорит я поставил любую подержи не углубляется он что зачем ему любая то есть если он готовится к кому-то там турниру уже для чего зачем ему любая может быть лучше поизвучать то которая будет играться это раз во вторых зачем на это время тратить но и в третьих то немаловажный аспект то есть куда из какого пула берет искандер эту карту понятно что вот здесь исторически еще со времен дам я даже не знаете персонажей всех от родительства христова туда заталкивает сюда каждый новый патч по 300 новых карт ну понятно что это сборище гуана да ну то есть морские птицы вкладывают периодически прибрежные скалы и вот там это все сохнет затвердевает это вот это то есть интернет откол упал там лизнул и не предлагает хочешь попробовать да блин а зачем в конце концов во первых надо пылиться тут вообще есть ли в этом гуана что-то полезно это для до игр не знаю надо что-то сконстатировал я вот не могу сказать тут 500 штук я даже в жизни их и не посмотрю зачем спрашиваться допустим когда есть там допустим взрывы берут люди которые там сеть не имеет время посмотреть каждую карту мани мало того что выбирают самые какие-то там сбалансированные предназначены там симметричные сбалансированные интересные в том числе вот и пусть им там кто-то взял пометил там ранг это понимание нам бледда и игровом играются и самое главное эти энтузиасты которые здесь время не из из этого гуана там немножко их дорабатывают видят версии получается правильной картой тут же есть тот же самый вот где он давайте вот и посмотрим пожалуйста фрок принц и вот него зачем фрок принца брать из из кучи гуанок да это карта принципе есть версия турнирная чтобы не вспоминать детали кита давайте одну карту играть зачем разбегаете там всякие и предлагаете вообще удалить из раз и навсегда из мода по крайней мере те которые вообще никогда не игрались дать конкретно турнирные давайте так наверно то слишком грозно звучит карты конечно раза даже быть интересные но по крайней мере пометить выбрать и пометить те карты которые реально турнирные и их там сделать исчерпывающие количество и который не хочет тратить время зря он по крайней мере четко понимал вот они соответственно там побольше карт для 1 на 1 2 на 2 3 на 34 на 4 там совсем несколько карт но просто эта глупость вы поймите вы завтра придет на турнир там будет карты вы будете что сетью взять ты раз я вообще сам изначально за разнообразие но это не подразумевает что нужно играть каждый раз но карте первой жизни немножко не то и таки турнир это мало времени когда надо выяснить из стратегии интереснее мы там нет на изучение карта времени да вы скажете кто-то будет побаловаться с кораблями и и с горами я не против но это немножко по-другому делается то есть если ты видишь какой-то интересный формат для соревнований вот это это ешь на называешь этот турнир там допустим турниру на кораблях так называешь нам по аналогии как в пучном музыкам делали там турнир 50 к так называли стартовые деньги другие карты специфичные такие макро больше большие но отличительные особенности обязательно условия то что ты назвал турнир от и был выложил правило ну ладно справа не судя не одинаково может быть а то что эту карту вот поименовал был уже искал кто хочет поучаствовать пожалуйста вот она карта можете посмотреть и предварительно ознакомиться и приходите будем заниматься разнообразием когда это работает так что давайте подумайте как на мои предложения